Рождение ребенка К нам приходят как в роддом, так и затем попадают в отделение педиатрии Приходят в поликлинику или в детскую инфекцию Иногда врачи отмечают крайне невысокий уровень знаний физиологии ребенка и самой беременности Поэтому мы формат школы матери решили расширить, чтобы максимально предоставить женщине ту информацию Которая поможет ей в трудной ситуации принять правильное решение Предупрежден, значит вооружен Теперь занятия в школе матерей начинаются с момента постановки женщины на учет по беременности Одно из главных задач у нас в этой плановой работе Это подготовить наших беременных к нормальному течению беременности родов и послеродового периода И на последнем нашем совещании акушеров-гинекологов мы говорили о том Что каждую женщину мы должны сопровождать от момента амбулаторного наблюдения До момента прихода ее в роддом буквально из рук в руки В связи с этим мы отработали такой алгоритм работы в районе во всем нашем Дмитровском Что каждый участковый врач акушер-гинеколог, который наблюдает беременную По достижению ею срока родов Направляет женщину на консультацию к заведующему акушерским отделением Для того, чтобы и женщина познакомилась со стационаром, где ей предстоят роды И роддом уже как бы знал, кто к ним придет Главная задача, которая стоит перед акушерами-гинекологами Донести до беременных женщин информацию Чтобы беременная женщина четко понимала, что ей делать, куда идти, кому обращаться и в каких ситуациях Главным посылом всего этого мы хотим, чтобы наши женщины понимали Что самая главная задача для нас, чтобы их роды были легкими, без страха и без боли То есть ведь это не только физиологическое ощущение страха Это еще и чисто психологическая тревога за неизвестность впереди За то, что же все-таки будет со мной и с ребенком Потому что это очень важный этап в жизни женщины, который ей нужно переступить А для этого мы должны ей помочь сохранять спокойствие И четко понимать, что ей делать Для того, чтобы все это было благополучный исход был С 1 апреля на базе женской консультации Школа матерей начнет работать по новому графику Теперь каждая женщина, вставшая на учет, должна посетить поэтапно Все занятия по первому, второму и третьему триместру В которых рассказывают об особенностях течения того или иного периода Параллельно с врачами-акушерами-гинекологами лекции читают Врач-педиатр детской поликлиники, который мамочек будущих обучает принципам вакцинации Озвучивает календарь прививок, для чего это важно В школе матери освещаем все вопросы около беременной и около новорожденного ребенка Включая возраст до года Это и вопросы режима и питания, и кормления, и ухода, и вакцинации как беременной мамы, так и малыша То есть у нас будут проводить занятия с беременными врач-неонатолог Обучать мам грудному вскармливанию, обучать мам адекватным методом ЛФК То есть лечебной физкультуры во время беременности То есть постепенно, возможно, мы будем думать, как расширить этот спектр лекции И, естественно, мы надеемся на обратную связь, что если мы будем получать вопросы от женщин То, соответственно, мы будем на них реагировать и подключать еще каких-то специалистов Дмитровский дом рождения представляет из себя комплекс отделения узкой специализации Где заботятся о женском здоровье и здоровье новорожденных детей Наш роддом выбирают женщины из Москвы, Лобни, Долгопрудного, Сергиева Посада и Талдома В 2021 году здесь прошло 1887 родов Пациентки даже приезжают к нам за вторым, за третьим ребеночком То есть для них наш дом рождения, он комфортен, удобен И мы рады этому, потому что пытаемся улучшить оказание помощи у себя в доме рождения Очень хочу акцентировать внимание наших женщин на том, что в нашем роддоме есть палата интенсивной терапии для новорожденных У нас проучено и работают давно, имеют большой опыт работы и стаж врачи и анатологи Все проучены по реанимации новорожденных И они очень активно взаимодействуют с врачами Щелковского перинатального центра, Балашихинского перинатального центра Постоянно на базе этих центров проводится обучение, онлайн-конференции То есть доктора наши на очень хорошем счету именно у наших перинатальных центров По словам Натальи Мажоровской, за 4,5 года после родов не умер ни один ребенок Женщины, которые имеют высокую группу риска по экстрагенитальной патологии вне обострения То есть это эндокринные заболевания, сахарный диабет Эти женщины тоже у нас рожают Если на этом фоне возникает осложнение, это происходит, никуда от этого не денешься То врачи-анатологи у нас очень хорошо с этим справляются И все необходимое оборудование для этого у нас есть У нас есть и КВЕЗы, и аппараты ИВЛ, и специалисты очень высокого уровня Укомплектованность с врачами-анатологами полная Пять врачей у нас работает с хорошим опытом и стажем работы Об этом и о многом другом расскажут и покажут на занятиях в школе матерей Чтобы убрать ненужные страхи, которые мешают прийти к родам спокойно и завершить роды благополучно Легкие роды без страха и боли в Дмитровском доме рождения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok